Космонавты Олег Каноненко и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля «Поиск». Длительность выхода в открытый космос составила 7 часов 41 минуту, сообщает в своем телеграм-канале руководитель управления информацией аналитики мэрии Самары Елена Рыжкова. Все запланированные работы были выполнены, экипаж вернулся уставший, но довольный. Учебный центр ТТУ приглашает получить профессии водителя, трамвая и троллейбуса, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Трамвайно-троллейбусное управление гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефону. Предприниматели Самарской области могут оценить проекты нормативных документов. Оценка регулирующего воздействия – это доступ к обсуждению федерального, регионального и муниципального законодательства, влияние на инвестиционный и предпринимательский климат, доверие граждан и бизнеса предпринимаемым государством решением. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Самарской области создаются все необходимые условия для стабильной работы и развития бизнеса. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 846 263 55 79. Телеграм-канал Красноглинского района рассказывает, как поддержать здоровье с помощью правильного питания. В мире 18 миллионов человек страдает от артрита. Болезнь поражает суставы и ткани вокруг них. В результате люди начинают испытывать боли, снижается двигательная активность. При артрите полезно есть продукты, богатые коллагеном, холодец, заливной из рыбы, фруктовое желе, молочные продукты, бобовые. Продукты, богатые серой и селеном, отруби, горбуша, яйца, рис, орехи, продукты, богатые жирными кислотами, омега-3 – это рыба и льняное масло. А вот вредно при артрите употреблять фастфуд, шоколад, соленые консервированные продукты, томаты, баклажаны, сладкий перец. Стоит помнить, что просто изменив свой рацион, вы не избавитесь от проблемы, но вместе с лечением, правильно подобранным для вас врачом, сможете облегчить симптоматику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова